привет народ что сейчас хочу сделать хочу сейчас безопасную заряжалку пеленгасовскую немножечко модернизировать скажем так то есть вот в таком виде она приходит когда вы получаете резинка идет черного цвета резинка идет отдельно то есть его вот так можно завязать узелок мы потом перетягиваем внутрь в трубку вот в эту и все как бы замечательно на руку одеваем его таким вот образом берем заряжалку и вот эту резинку перекидываем вот таким вот образом дальше что мы делаем перетягиваем это все на запястье давайте я часы уберу чтобы не мешали для скажем так более пущей наглядности вот так вот и вот таким вот образом у нас резинка прижимает заряжалку ну естественно на неопреновом костюме это все очень плотненько но тот же момент видеть ничего нигде не передавлют руку нам не пережимает кровь у нас везде поступает то есть все замечательно вот таким вот образом она плотненько прижимается когда нам нужно зарядить ружье мы берем просто вот так вот сюда вставляем гарпун и тянем заряжаем ружье вот так вот у нас резиночка растягивается ружье мы зарядили отпускаем заряжалку и она у нас на месте все и опять нам ничего не мешает мы охотимся дальше то есть вот таким вот образом это заряжалка у нас здесь просто на руке висит нам удобно все замечательно мне при этом костюме повторюсь это все очень плотненько вот так вот состоит все замечательно но вопрос в чем вопрос в том что рано или поздно вот вот в этих местах резинка перетирается и рвется можно потерять заряжалку собственно с этой проблемой мы сейчас и будем бороться чтобы резинка наша не рвалась да вот смотрите вот в этих местах краешек немножко такой вот как бы вроде он и закругленный но в тот же момент вот здесь вот резинка постоянно вот так вот тянется перетирается видите уже ворс пошел уже вот я сколько раз тут потянул эту резиночку давайте еще пару раз потянем вот видите махра пошла уже все то есть мы буквально я не знаю на месяц-два хватает на резинке она рвется собственно с этой проблемой мы сейчас и будем бороться каким образом ну давайте примерно поясню на чем бы это все на чем это все нарисовать в общем я хочу сделать давайте вот так вот наша заряжалка я ее вот так вот сейчас нарисую вот у нас вот это круглая трубка вот так вот понятно да дальше у нас идет сама заряжалка ну и вот той стороной которая нужна нам что прижималась да то есть вот так вот если мы нарисуем давайте до круги то вот с этой стороны я вот так рисую я хочу сейчас сюда вставить просверлить отверстие сквозное потом сюда вставить вытащить на станке токарном втулочку вот такую которую идет на сужение и дальше идет сюда же отсюда мы вставляем резинку завязываем узел вот здесь и затягиваем то есть вот в этом узле так называемым колодцы у нас да не знаю видно там на камеру не видно ну надеюсь что видно в этом узле у нас колодца будет резинка узел сверху его не будет видно он мешать не будет но в тот же момент вот нам вторая петля вот это вот которая вот сюда попадают резинки уже не нужно будет то есть у нас заряжалка будет на одной резинке резинка будет с одного конца ну вот так вот скажем руку нашу будет обвивать да вот с этой стороны резинка и с этой стороны опять же резинка то есть один виток будет не будет два витка у нас резинки резинка не будет тянуться резинка не будет вот этих колодцах заострое что-то цепляться но она в принципе у нас не должна рваться по идее вообще то поэтому сейчас что мы сделаем мы сейчас сверлим сквозное отверстие ну допустим на три с половиной да давайте померяем резиночки ну резинка у нас скажем так в расслабленном состоянии не натянута когда она то три с половиной миллиметра можно даже на три миллиметра сделать отверстие внутри получается вот так вот здесь у нас диаметр отверстия будет три миллиметра сверху ну давайте я не знаю сделаем там на два миллиметра больше допустим пятерочку да вот здесь у нас будет 5 то есть 53 и вот эту втулку мы сюда на токарном станочке вы вытащим и скажем так запрессуем расплескаем здесь развальцуем развальцуем вверх и все эти трубочки у нас буду здесь есть плотненько поэтому ну в дальнейшем как бы никаких проблем с резинки не будет соответственно как бы заряжалка ну понимаете да вещь нужно если ну даже не в цене дело что если мы потеряем то я не помню сколько она там 9 долларов по моему она стоит да то вопрос даже не в цене вопрос в том что если я потеряю допустим заряжалку то зарядить свое ружье ну посреди охоты или в начале охоты если потеряю то уже у меня не будет возможности вообще ничем потому что ну при моей закачке я зарядить ружье без заряжалки но никак не заряжу то есть если там или 20 килограмм то я просто возьмусь рукой за гарпун и заряжу но у меня там 45 килограмм поэтому зарядить без заряжалки да вот без этого упора мне но не представляется возможным вот рукой взять гарпун и зарядить поэтому без заряжалки мне никак ну а потерять ее мне не хочется поэтому что вот эти резинки у меня не рвались чтобы снять этот вопрос раз и навсегда решил я сделать вот такую вот историю сейчас сверлим отверстие точим на станке втулочку ставим ее ну и как бы покажу что получилось дальше берем сверлышко диаметром четыре с половиной миллиметра и нужно просверлить два сквозных отверстия в нашей заготовке которую мы уже накернили сверлим раз отверстие два отверстия ну одно из них мы можем сразу рассверлить сейчас до шести миллиметров потому как помните да у нас колодец будет сверху шире втулочка снизу уже для того чтобы эту втулочку сюда вставить нам нужно одно отверстие рассверлить до большего диаметра то есть миллиметров я думаю 6 хватит сейчас берем сверло на шесть или шесть с половиной миллиметров посмотрю какое сверло и верхнее отверстие делаем большим диаметром потом это все вот стружечку но вот этот вот заусенчики уберем на наждаке ну и приступим скажем так токарной части в общем вот такая вот получилась у нас деталька что я сделал я взял сверло с одной стороны на шесть с половиной рассверлил диаметром вот здесь большим а с этой стороны рассверлил на пятерочку почему таким образом сделал потому что вот с этой штанги это штанга со струйного принтера из нержавейки каленая нержавейка кстати очень плохо точится ну относительно плохо из каленой нержавейки и вот сейчас мы сюда выточим из нее втулочку втулку помните это будем точить по принципу колодца ну или лейки помните да лейка сначала идет широкая воронка идет и потом на сужение вот точно таким образом мы сейчас поступим и здесь у нас штанга 6 миллиметров ровно то есть мы сейчас рассверлим где-то так ну миллиметров на 8 глубиной заглубимся ну для узла хватит да на 8 миллиметров нам заглубимся на пятерочку сверлом а дальше просверлил все остальное под ну три или три с половиной сейчас посмотрю какой сверлышко есть и в принципе втулочка наша будет готова давайте посмотрим длина втулки наши полтора ну давайте сделаем полтора 1,6 делаем 16 миллиметров сделаем что потом на лишнее просто убрали с одной стороны мы ее развальцуем вот с этой стороны где отверстие у нас уже с другой стороны оставим даже так то есть здесь она даже крепится ни к чему не будет крепится будет она у нас развальцуем ее с одной стороны и этого достаточно в принципе вот так вот у нас это все будет прижиматься к руке ну поехали чего мы стоим так 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 давайте вот с этой стороны аккуратненько сейчас мы даже торцевать можно не торцевать но давайте подрежем аккуратненько подрежем дальше центровочным сверлом зацентруем отверстие замечательно теперь сверлышко меняем ставим сверло на 5 и сверлим отверстие глубиной миллиметров 8 вот так я думаю да у нас получилось немножко больше даже под сантиметр по моему чего то я не рассчитал ладно в общем есть у нас вот такая вот потайная воронка под узел дальше теперь ставим сверлышко ставим сверлышко ставим сверлышко на 3 3 с половиной наверное да 3 с половиной или 3 сейчас посмотрим какое сверлышко есть у нас и сверлим им отверстие так 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 что у нас есть вот у нас по моему на 3 да есть на 3 сверлышко ставим сверлышко на 3 и и добиваем это отверстие уже на 3 миллиметра диаметром еще где-то на пол сантиметра в глубину можно даже больше есть такое дело теперь так 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 сколько 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 здесь у нас не помню 16 по моему да говорили 14 с половиной ну давайте 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 просто сделаем фасочку вот так вот так итак давайте посмотрим что у нас получилось наша втулка становится на место нам осталось ее развальцевать с одной стороны и вот вот так вот у нас она станет в нашу заготовочку в принципе все замечательно все чудесно поехали повторяем точно такую же еще одну потом расклепываем с одной стороны развальцовываем ее обрабатываем и можно вязать резинку погнали в общем повторяем точно такую же деталь камеру я наверное нажимаю пока на паузу чтобы видео не было слишком времен ну и вот он конечный результат выглядит все вот таким вот образом то есть втулки наши здесь узелки с этой стороны с этой стороны втулочка просто упирается вот в эту сторону и здесь она немножечко развальцована вот так вот здесь тоже самое узел резинка заходит с одной стороны завязываем узел подтягиваем с другой стороны узелок завязываем подтягиваем меряем нужное нам усилие чтобы было прижима резинки да вот так вот я на руку отдел слабо чуть-чуть подтянул узелок перевязал все вот сейчас замечательно и смотрите все отверстия у нас зенкованы то есть нет никаких острых краев острых углов все скруглено везде высурены вот давайте покажу потайчики такие вот резиночка у нас не имеет восьмерок каких-то соприкосновений с чем-то то есть мы ее одеваем на руку вот так это будет выглядеть под водой на гидрокостюме нужно зарядить ружье нам да мы вот таким вот образом вставляем гарпун щелк ружье зарядили бросаем заряжалку она автоматически становится в то место вот на запястье да где она должна быть и именно таким образом как она должна быть то есть она прижимается плотно к руке она нигде не цепляется ни за какие водоросли ни за камыши ни за сетки ничего то есть очень удобно практично надежно в тот же момент резинка у нас слабенькая не нарушает нам кровообращение не давит в руку все замечательно чудесно вот такая вот простая доработка как бы мы не хотели чтобы потом она у нас криво стала на руке она у нас становится вот только таким образом как она должна стоять как она будет стоять правильно в принципе вот такая вот простая доработка но очень упрощает нам потом под водой жизнь не переживаем мы что резинка перетрется что заряжалка наша потеряется вот так вот это выглядит очень просто и одной резинки хватит я думаю очень и очень надолго в принципе на сегодня все ну если ребята из пеленгаса вдруг возьмут на вооружение данную доработку то я буду очень рад ну кстати я и думаю не только я потому что ну слышал от многих подводных охотников что резинка очень быстро перетирается и рвется нужно часто ее менять потому что краешек здесь видите да немножко острые постоянно эти резинки рвутся их нужно менять вот теперь резинки менять не нужно будет я думаю ну по крайней мере год а то и два на сегодня все пока пока увидимся и Субтитры сделал DimaTorzok